Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый шаг сделан Государственной Думой при внесении поправок в Федеральный закон об охоте. Этот шаг направлен на устранение контактного обучения охотничьих собак. Отсутствие при формировании текста закона специалистов-кинологов, экспертов, охотоведов сделало реакцию этого закона однобухим, развернутым в сторону зоозащитников, а значит несправедливым. А по сути, свои тачи дискриминационны по отношению к большому количеству граждан нашей страны. Аргументы, которые содержались в многочисленных письмах и обращениях профессиональных охотников, кинологов, представителей отдаленных традиционно охотничьих регионов, которые, к сожалению, были проигнорированы авторами закона правительства. Но Совет Федерации нас услышал и 26 декабря 2017 года на пленарном посетании Совета Федерации, одобренные Государственной Думой поправки федеральных законов, были отклонены. И сенаторы предложили думцам продолжить работу над проектом в рамках согласительной комиссии с учетом позиции всех заинтересованных в этом лифте. Огромное спасибо хочу от тебя и от вас сказать сенаторам. Огромное спасибо за то, что они поняли всю купительность данных поправок. И поддержали нашу охотничьему сооружению. Сегодня здесь собрались люди, которые тесно связаны с охотой. И с охотничьим табаководством. Как на пользовательском уровне, так и на профессиональном. Они хотят высказать свою позицию по отношению к данным поправкам. Слово предоставляет эксперту третьей категории Юдину Валерию Михайловичу. Пожалуйста. Валерий Михайлович, служи по-разному. Без протокола. Пошли, снижение. Жата, жата. Куда надо. Прочистить вся информация. Здравствуйте, дорогие друзья-товарищи. Доходничьим собраководство. Доходничьим собраководство очень давно было в Финаде. В 1942 году был отобран первый племенной кобель. В 1947 году был открыт первый бетон на охотничьих собак. В дальнейшем мы много завезли сюда наших помощников. Собака на охоте. Это же не только друг и товарищ. Это еще очень большой помощник в плане браконьерства. Браконьерство, я считаю, это то, что... Наверное, у тебя все? Уходящий текст. Это не считается браконьерством. Собака никогда не допустит этого. Собака всегда найдет. И не даст. Тут бывает. Ну, как, ну, лезь. Так, что не знаю, забыл. Так. Собака предоставляет эксперту второй категории по лайкам. Кобяков Владимир Николаевич. Дорогие друзья, во-первых, хочу поздравить вас с Новым годом. С наступающим Рождеством. Готов хороший нам подарок Советской Федерации предоставил. Приостановить действие закона. Я думаю, что все здесь, кто здесь собрался, все против жестокого отношения к животным. Особенно мы. Собаководы в первую очередь. Собаководы, охотники. Это те люди, которые в первую очередь заинтересованы в сохранении животного мира. За хранение охотничьих традиций, национальных традиций. Целой отрасли России. За то, чтобы мир всегда был в России. За то, чтобы не было раскола. Между слоями, слоями общества. Мы готовы идти на компромисс. Мы готовы договариваться с золозащитниками. Мы с ними. Но обучать наших собак без контактной притравки невозможно. Сами понимаете. Поэтому мы за согласительную комиссию. И для этого мы здесь. Спасибо Совету Федерации. Отдельным депутатам. Большое спасибо всем вам, собравшимся. Те, кто нас поддерживает. Я думаю, что мы придем к единому решению договориться. У нас здесь тоже представители золозащиты. Я думаю, что они тоже имеют что-то рассказать. Отлично. Она может так. Она привыкла орать. Привостанетка. Всех поздравляем. Добрый день. Я вас тоже поздравляю с выступающим Новым годом. Меня зовут Хаббова Ольга. Я представитель интернет-ресурса «Ангелы на обочине». Извиняюсь за свой внешний вид. Я сейчас только пришла от щенков, кормила бездомных. Мы стараемся с улиц города забрать бездомных животных, пристроить их. И самое главное не распространять дальше. Почему я выступаю против сегодняшнего митинга? Я вам хочу сказать, что мой отец был охотником. Если вы знаете, вот Обчинникова, все, он жил там. Еще скажу, что я была у него только на каникулах, потому что родители были в разводе. Но я все это видела. Лайка, если которая не работает, вывозят в лес, стреляют. Все. Дальше. Отец как-то решил меня покормить свежениной, так называемой, дичью. Принес две уточки. Хороших, больших, красивых. Переливаются перышки, замечательные. Все. Бабушка все это сделала, сварила. Есть невозможно, болотом пахнет. Я вас сейчас спрашиваю. Бабочка. Можете, пожалуйста. Колбаса, колбаса, болотом пахнет. Послушайте. Вы сейчас, мы все не стали говорить. Сейчас, глупость, кого не принимала. Голой, давай, нет. А говядину едите, нет? Я не перебивала вас. За ушком спешите корьку, потом на джомку. Глупости, глупости, глупости. Дальше. Чего дальше, все хорошего-то сказали. Колбасу-то за милую делаю. Еще детство, знаю вот это. Далее, собрались друзья на охоту. Убили чирочка. Что же самое, жена приготовила. Сначала сипала, вот такой, сварила, вот такой. Достава, говорит, будешь есть, нет. Зачем убивали, неизвестно. Мы против предравочной станции. Мы против предравочной станции. Мы против гордости России. Гордость России, это медведи. Это наши медведи, это наши животные, это наша природа. И гордость России на предравочных станциях. А когда они заходят в деревню? Ради бога, я закопаю этих плечов еще раз. Но я буду против предравочной станции. Против медведи, которые нацепят. А мы будем за. Ради бога, пусть она выберет эту нацию. Это просто ваше личное мнение. А я высказываю, я свое мнение, я высказываю. Вот на вопрос, ну русская, это... Да, да, русская. Да, что вы говорите, это получается, что только охотники не могут создать семьи. Так что ли? Дальше, я русская, не переживайте. Какой начальник, мы-то переживали. Дальше, два случая тоже из моей жизни. Одноклассник пошел на охоту. Все-то там сидел, зажали, что-то не так. АПЛОДИСМЕНТЫ Американцы говорят, что медведи у нас ходят по городу. Вы кому рассказываете сказки? Американцы говорят, по помойкам у них медведи ходят. Вы хотите, чтобы у нас медведи по помойкам ходили? Ура! Все, спасибо вам за уступление. А мы высказываемся с местной. Американцы, мы высказывали на больницу, пожалуйста. Вот это скажите, что ли вы делаете, которые... Здравствуйте. Здравствуйте, друзья, коллеги. Я не просто хочу высказать свое отношение с каждым предыдущим оратором, потому что я считаю, там даже как бы, ну, вообще смысла нет в этом, во всем то, что сказано. Мы собрались для того, чтобы поддержать людей, охотников, именно охотников, которые занимаются охотой с собакой. Вот в каждой отрасли, как бы, человек старается, ну, скажем так, постичь вершину вот того, чем он занимается. Вот если взять охоту, то охота с собакой, это, скажем, это высший уровень. Высший уровень из всего, что может в охоте быть. Потому что охотник с собакой, это тот человек, который не жалеет средств. Это тот человек, который не жалеет своего времени, потому что бетонца надо купить, бетонца надо натаскать. Вот. Это время другими людьми, в кавычках охотниками, тратятся именно на добычу зверя. То есть, а человек, который занимается охотой с собакой, он, скажем так, в охоте ему главное качество проводимой охоты. Не количество длин, ни шкур, ни количества обыдных лосей, кабанов, зайцев, ни мяса, скажем так, а именно качество охоты. И поэтому, я считаю, те депутаты, которые занимались разработкой данного законопроекта, они должны больше выделять внимание на другие вещи. У нас в жизни гораздо больше тех вещей, где как раз нужно внимания этих депутатов. Поэтому я считаю, что мы должны сохранить то, что у нас уже сделано в охотничестве, в собаководстве, и мы должны чтить свои традиции, а это в традициях русского человека. И охота, и именно правильно охота. Я не знаю, я, как бы, может быть, и шин эмоционально говорю. Правильно говорю. Еще ты там на кто-то путь? Да, я, я. Выводных надо жалеть. Надо их изолировать, тех, которые не это. Здравствуйте, дорогие товарищи. Приятно было вас сегодня увидеть здесь. Я выступаю против поправок в закон. И считаю, что, может быть, и некоторые породы собаки можно без контакта натаскать на дичь. Но многие породы собак, которые веками создавались, это сделать просто невозможно. Например, русская пчелая бонзая. Невозможно ее натаскать водникому зверю без контакта. Вы можете это сами представить или нет? Да она не представляет. Она ее не видела ни разу. Она ни о чем пришла, сказала еще. Она собирает только дворовых собачек, жалеет. А зачем они ей нужны? За них денег не дадут. Так что это законодательство, поправки, внесенные законодательства, будет губительно воздействовать на многие породы собак. Они просто исчезнут как породы. Для нашей страны это будет просто неприемлемо. Многие национальности Крайнего Севера, например, занимаются только охотой и живут только охотой. И на этом не зарабатывают. То есть является это смыслом пропитания, смыслом существования мелких наций. Все, спасибо за внимание. Рад был увидеть вас. Спасибо огромное. Спасибо Олегу. Я хотел бы немножко добавить. Вы же прекрасно все понимаете, что принятие вот этого закона, это первые шаги, первые шаги вот этих заокеанских и западных всех этих организаций для того, чтобы полностью закрыть охоту. Будет, я уверен, будет постепенный переход. Сначала запретят контактные притравки или там обучение охотничьих собак. Потом запретят охоту с собакой, потом запретят охоту вообще. То есть к этому они потихоньку двигаются. Мы прекрасно понимаем, как история, как она развивалась. Поэтому нам нужно цивилизованную охоту вам это надо. Радионная скидка 40% на все. Еголы и уборы, джинсы и брюки, собаки и ботинки, грозунки и талии и многое другое. Давайте, люди, выходите. Выходите, рассказывайте свое мнение. А я хочу от имени русских женщин сказать нашим русским мужчинам. Охотник это крепкие руки, зорки, гладки, это крепкие мышцы, это знание флоры и нашей фауны и обережение ее. Поэтому чем больше будет наших русских мужчин воспитывать русских парнеев в духе русской охоты, Я думаю, тем крепче будет наше русское общество. Правильно! И с западу, да, наши русские охоты и русские мужчины. Так, еще кто-то хочет, что-то сказать. Если никто не хочет, то я буду читать резолюцию, которую мы с вами сегодня должны будем писать. Рождества состоят в 3 июля 2017 года в Барнауле, Владивостоке, Воронеже, Ижевске, Казани, Курске, Москве, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Толе, Якутске. Прошли мероприятия всероссийской акции в защиту правильной охоты и крови. Давайте, человек, мы это уже услышали. Вот эти женщины, вы послушали, дайте мне... Говорите. Так, ну, во-первых, эти люди не будут никогда на предправочной станции права суждать то, что они не знают. А я на войне не была. Рот, забройте, дайте мне сказку. Давайте друг друга уважать. Уважайте. Ну, она с вами будет стоять там, что вы не знаете. Видите, люди просто агрессивно нас рассказывают. Они рассказывают о том замечательно. Они рассказывают о том, что они рассказывают о том, что они рассказывают. Поэтому люди должны сначала побывать, посмотреть, как они. Обязательно. Давайте мы отойдем. Отъехите. Пожалуйста. Во-первых, они должны там побывать. Тогда они будут судить уже не голословно по каким-то фотографиям. Они судят по фотографиям себя. Там кто-то выставляет кровавые фотографии. Может быть, это у себя собственный... Может быть, это собственный... А вот это... Это собственный... А это собственный... А что же я не... Когда они так побывают, то есть, что они как-то обеспечивают. Во-вторых, они не знают пупо, которые используются на работу. Это собаку. Для того, чтобы вот это вот... Для собаку справа... Он должен пройти необходимые специальности. Он должен... Опять, он не может быть племенной собакой, если он не скажет, что он медведей. Во-вторых, собаки, которые используют собаку, они... Стрель может покорить собаку. Ну, представляете себе, есть 300 килограммов и собака, вот это, да. Что может собака... Самое большое, большее, за что эта собака получает, что он в первой спине не решит. Она просто ловит вокруг этой, в щипке, вот это шерсть, бед, разворачивается, и что собаку поймал, и не перейдет. Если он ее не поймал, если она лайка, она подтверждает, что она лайка, она имеет право давать потомство, она имеет право быть племенной собакой. Хочу поблагодарить, спасибо огромное, вот эта женщина просто прекраснейший человек, послушайте, любит русскую нацию и понимает, о чем говорит. Это... Да, 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 да. Спасибо. Да, да, да. Да, да, да. Спасибо.